Привет, мои родные! Вы находитесь на канале Бывшая Зайчика. Те, кто меня еще не знает, меня зовут Светлана. Я в своей жизни отсидела 10 лет. Это 2 года малолетки и 8 лет за Хаданской колонии. Конечно же, ребят, на своем канале ни в коем случае ни одного и ни одну из вас я не пропагандирую и не пытаюсь навязать и сказать, что тюрьма – это романтика. Это неправда? Ну, это неправда. Посмотрите, послушайте мои ролики, посмотрите, зайдите ко мне на канал, и вы поймете, что совершенно никакой романтики там нету и никогда не было. И молодежь, я очень хочу, чтобы меня услышала молодежь, чтобы они поняли, что туда стремиться нет смысла. Это просто потерянное время, потерянные годы. Конечно же, мои хорошие, я сегодня хочу очень сильно поздравить девочек, потому что сегодня день женского счастья. И я, конечно же, отсюда я и такая вот сегодня. Вы знаете, и, конечно же, я хочу за вас, мои драгоценные, поднять мой бокал. И, конечно, девочки, я хочу вам пожелать счастья, здоровья, благополучия, чтобы вы были счастливы, девчат, чтобы ваши глаза сияли от счастья, чтобы вы домой бежали не для того, чтобы, ну, что-то там дома там, да, а чтобы вы бежали, зная о том, что там находится ваше счастье. Я прям желаю вам, девочки мои. За вас, мои хорошие. Ммм, вкусненько. Так, что я вам хочу сказать. Сегодня, знаете, у нас еще какая тема. Конечно, ну, за моих куколок. Шиколдос. Шиколдос обязательно за моих куколок, за красоток за моих. Смотрите, немного кофе попил. Мой любимый блокнотик. В куколок. Все по очереди. Как записывала, так и будем рассказывать. Ой, какой вкусный кофе. Иногда я сама себе удивляюсь, а как я могу вот такое варить? Ммм, не могу оторваться. Вот ничего не надо. Ни вина, ни шампанского, ни пива, ни водки, ничего. Вот кайфую от кофе и все. Вот кайфую. Так, смотрите, тема. Как стать активистом в зоне? Кто выбирает? Можно ли отказаться? Вот давайте вот эти вопросы мы сейчас с вами раскрутим. Короче, как стать активистом? Конечно, активистом становятся те, кто уже идет с положительной характеристикой, с тюрьмы. Вот когда вас закрыли, значит, и уже с вами начинается идти работа. Когда вы уже конкретно, ну, уже за вас знают, что у вас вообще работа, ребят, начинается идти, вот начинает идти уже по поводу вас, вот как только на вас наручники надели. Вот как только надели наручники, и все, и тут же начинается обработка вас полностью. То бишь здесь уже будет зависеть все от вас. Чаще всего, конечно, ну, те, кто сидел, кто сидел, да, они знают. Значит, что, ну, начинается обработка, подпишешь контракт, нет, заключишь ли сотрудничество со следствием, знаешь, и вот уже отсюда вот эта вот обработка идет. И как ты будешь себя вести на такие предложения? Вот когда тебе предложили, там, допустим, сотрудничество, и как ты на это себя поведешь? Ну, если ты прекрасно понимаешь, что впереди, опять сейчас, я что хочу сказать, мальчики, вы сейчас не будоражьтесь, не нужно сейчас вот так вот крылышками махать, не надо. Вы просто слушайте, я вам рассказываю, что происходит с женщинами. Что происходит у вас, я не знаю. Что происходит с женщинами? Значит, вот если, ну, ты уже конкретно, ты уже знаешь, тебя взяли, у тебя конкретно совершенное преступление, спрыгнуть ты не сможешь, никто тебя не вытащит, бабла у тебя нету, да даже если есть, ты все равно пойдешь сидеть. Ну, если ты прям на все 100% уверена, и если ты умная и мудра, вот я, допустим, на тот момент была, ну, свисток. Ну, хотя, понимаешь, самое, что интересно, я уже отбывала на малолетке, да, и уже вроде как опыт маленько есть, но все равно я на самом-то деле была свисток. Вот я вам клянусь. Что, откуда у меня вот это вот, знаешь, непонятно такое было, что я вот как Зояка Смедимьямская, что я себя вела, такая Зойка, Зойка заехала, все, Зойка, вот она, Светка, Зойка. И, конечно же, отсюда я за свои 8 лет, с начала срока очень много горя хапнула, очень много, ребят, очень много, и, конечно, я не грелась, и у меня, мне приходилось выживать, и у меня еще такой характер, я никогда не, ну, не буду там ни перед кем стоять, что-то, ну, короче, что говорить. Ну, и ладно, и тут, значит, тут, видите, вот. И, кстати, я вам хочу сказать, это не моя неграмотность, я теперь поняла, почему я, у меня очень много проскакивает, я въехала, потому что мы так в зоне разговариваем, это наш такой разговор был в зоне, ну, и что, что я 2 года на свободе, я стараюсь, конечно, потому что у ребенка совершенно другой лексикон. Я стараюсь перестроиться, но вы тоже меня поймите, это не так сложно, это все сложно, когда ты на протяжении 8 лет общаешься, и у тебя определенный свой сленг, и этот, это очень сложно, очень, я вот сколько, я себя уже исправляю постоянно, не их, не, а их, не тут, а тут, я знаю, ну, блин, вот так иногда получается, ладно. Короче, сегодня у нас женское счастье, а я вижу, как оно вокруг меня, понимаете, вот так вот вьется, мое женское счастье, где ты, мое женское счастье, короче, ой, не могу. Ну, и, значит, что я хотела сказать, ну, вот волосы, видите, выравниваю маленько цвет, все, надо выравнивать, что, продолжаем, не отвлекайте меня, что за привычка за такая, не надо их, дайте я дорасскажу, что я хочу вам донести до вас, чтобы вы меня услышали, вы начинайте со мной переговаривать, зачем? Короче, слушайте, значит, я, конечно же, ну, вот я сама думала, что вот, что я поступаю правильно, на самом деле, ребят, я дура бестолковая была, вот что я пошла таким путем, если бы я пошла совершенно другим путем, я бы не была бы дурой, и все бы у меня бы с самого начала в зоне было бы шоколадно, но, каждому свое, и вот когда вы, начиная, конечно, уже те, которые бывалые, да, они по первочку там включают Зойку, а потом-то они уже понимают, какая Зойка, какая Зойка, иначе ты в зоне, ты все, там, иначе ты не вывезешь, здесь никакой Зойки даже быть не может, ну, и все, и вот с этой характеристикой, если вы не подписали, не выстроили из себя Зою Космодемьянскую, подписали сотрудничество, то бишь, ну, пошли на сотрудничество, не стали там говорить, ну, там, ломаться, и не рассказывать, а полностью помогли следствию в раскрытие своего же преступления, про вас уже сложилась определенная характеристика, вы с этой уже характеристикой едете на тюрьму, на тюрьму вы прибываете, там, пожалуйста, значит, думала, сын, не сын, там, пожалуйста, значит, уже оперчасть берет ваше дело и уже смотрит, ага, молодец какая, смотри-кася, помогла сама себе, раскрыла преступления, и там еще и плюс ко всему на все 100%, я так думаю, еще и, наверное, ходательство есть со стороны следователя, который, наверное, говорит, слушай, ну, нормально, можно уделить это, ну, нормально, молодец, ничего там не скрывала, не била там, ну, короче, вот так, поняли? Все, короче, потихоньку характеристика, ребят, это моя точка зрения, вам еще раз говорю, это я так думаю, это я так думаю, все, вот так вот оно потихоньку складывается, кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком, склад, все, на тюрьме, значит, ага, он смотрит, там, ну, а что я буду сейчас голову себе ломать, им надо мне старшую в камере, кого сделать? Так вот она, она пошла со следствием, все, молодец, умница, разумница, все, прям, вот она, раз, и ей это вызывает ее к себе и говорит, короче, мне нужна тишина, мне надо, чтобы все там было, ну-ка, я так, я так думаю, ребят, вы можете вот хоть, вот уржаться сейчас, да, вот я вам клянусь, я никогда не была смотрящей в камере, там, или еще кем-то, меня не, вот я рожей не вышла, понимаешь, моя рожа не подошла к этому, вот к этому ко всему, и, значит, вот так вот, ну, говорит, короче, мне нужна тишина, порядочить, там, все, то-се, пятое-десятое, ты мне, я тебе, и чтобы все было четко, ну, и все, и все четко, в камере все четко, всё очень чётко, замечательно. Крепичик сложился. И вот уже практически с хорошим фундаментом ты едешь в зону. Ты едешь в зону с этим фундаментом. Всё, там уже тебе остаётся просто поставить крышу. Ну, кто будет твоя крыша, конкретно тебя уже там определят, кто у тебя будет крыша. И всё. Вот это на ваше начало. Начало вашего действия. В зоне уже на вас смотрят. Ага, тот же воспитательный отдел, тот же оперодел, тот же безопасный отдел. Они просматривают, смотрят. Ага, с хорошей характеристикой. Везде себя хорошо зарекомендовала. Там, 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 молодец. Значит, плюс ко всему с воли были хорошие характеристики, что не какая-то там куролеска и тому подобное. Ну, нормально. Почему нет? Давайте-ка мы ей дадим здесь возможность жить, существовать. И всё. И начинается вот это вот предложение там всевозможных, значит, ну, должностей. должностей. И, ну, я вам что могу сказать, ребят? Вот на моём веку, вот на моём веку, ну, не было такой осужденной, которая отказалась бы от должности. Вот за восемь лет. Ну, не было. Понимаешь? Не было. И ещё, что я вам хочу сказать, это мало иметь характеристику с тюрьмы, и там, допустим, этого мало. Понимаете? Да, ну, ещё вот, допустим, как я вообще, четыре года, ну, на меня там вообще вот так, ну, я представь, двадцать лет у меня между судимостями, да, ну, меня практически никто не... Кто такая? Откуда ты взялась? Как ты здесь оказалась? Кто ты вообще? Понимаешь? Меня там вообще, ну, не воспринимали четыре года. Ну, я не имею в виду осужденные, я имею в виду администрация. Понимаете? Они вообще, ну, на меня пока в единождном один раз одна осужденная решила за меня замолвить слово. За меня многие молвили слово, многие, но я была неугодна. Я была неугодна, чтобы я была при какой-то папке. То бишь, ну, я была неугодна, может быть, для осужденных больше всего, скорее всего, не как для администрации, как больше всего для осужденных. Ну, я была неугодна. Ну, вот и нету, не видно меня, и слава Богу. Потому что я с самого начала себя показала, что я кусаюсь, что я там ругаюсь, что я вот так вот. Ну, короче, ну, блин, ну, сидишь ты и сиди. Вот так вот, знаешь, ночная, там, ну, а что, если тебе в дневалке устина, вот там, допустим, дать? Нет, она мне не нужна. У завхоза спрашивают. Понимаешь? Они от меня отказывались, они не хотели. И вот просто в один прекрасный момент, и это, знаешь, это так произошло, чисто случайно, меня увольняют как раз с работы, и, ну, зэчка идет, и за меня просто, ну, на нее хотели навешать эту огуречку, и, ну, она отказалась, она, она не от того, что она отказалась, а от того, что она уже на тот момент была бригадиром, и она уже работала. И когда ей еще один объект навязывали, она сказала, ребят, не, я не повезу, вы гоните, что ли? Тогда найди нам такую же, как ты, с таким характером. И она, она так мне и сказала, я долго не думала, я сразу сказала, что это ты, все. И вот она пришла, мне перед фактом поставила, сказала, я тебе работу нашла, я думала, она меня к себе берет, бригаду, она мне говорит, я тебе работу нашла, короче, это, сейчас тебя вызовут. Соглашайся, нормально получится у тебя. Ну, и все, и вот так, ну, сейчас я не буду рассказывать, как, что, я это уже тысячу раз, миллион раз рассказывала. Короче, вот так, ребят, я пришла туда, представьте, ну, со мной даже никто разговаривает, вот вы говорите, ну, вопрос есть такой, вот, среди вот этого, да, можно ли отказаться? Вот, что я вам хочу сказать, ребят, отказаться, конечно, можно, но, перед вами сразу лежит листок бумаги и ручка, где вы пишете отказ, а отказ в зоне считается серьезным нарушением, то бишь, чаще всего бывает, что тебя загоняют прям конкретно в угол, если им нужен человек, и если они, по всем показателям ты подходишь, срыва ноль, срыва ноль, но если есть еще, допустим, помимо тебя, есть еще кандидатуры, ну, допустим, еще человек пять, то они могут, ну, могут принять твой отказ, они его могут принять, и сказать, ты, ну, смотри, потом у тебя, вот тебе осталось там еще сидеть четыре года, ну, даже не рассчитывай на что-то хорошее здесь, вот ты вот так вот и досидишь свои вот эти четыре года, ничего у тебя хорошего здесь не будет, ну, вот так вот, поняли, то бишь, если ты с ними не контачишь, и не находишь из, ну, нормального языка, да, то, конечно, у тебя там начинаются всевозможные проблемы, а я, ребят, я уже четыре года отбыла, я отбыла там уже, и я видела, что происходит в зоне, не только среди администрации, но и среди активистов, зэчик, я это все прекрасно видела, и я, я согласилась, ну, очень с трудом, я не могу сказать, что я прям сразу сказала, у меня были слезы, у меня была истерика, я объясняла, что я не понимаю в этом ничего, что я ни разу в жизни ни одну банку не закрутила, я вообще не знаю, как солить, как что делать, я не знаю, что, куда вы меня толкаете, и, короче, ну, конечно, но потом, как бы там ни было, я приступила к своей работе, и, конечно, я пыталась, может быть, вот своей как-то работой, или своим, я пыталась некоторым, не всем, некоторым осужденным, которые находятся у руля, показать немножечко другой, ну, как можно по-другому все это делать, понимаешь, я всегда придерживалась, и придерживаюсь, и буду придерживаться до конца своих дней, что, если у людей появилась какая-то власть, то обязательно должны быть волки сыты, и овцы целы, обязательно, и ничто меня не сможет, ну, переубедить, никто, и никогда, я всегда старалась так сделать, чтобы моим людям, которые шли со мной, и работали со мной, было обалдеть, как хорошо, я за них бежала в огонь, и воду, и медные трубы, я не стояла под дождем, когда нас выставляли в неочередную, или непробудный дождь, я не стояла в строю, и мокла, я шла на пролом в дежурную часть, и говорила, почему, вернее, к начальнику колонии, почему зона мокнет, кто будет нам это все сушить, вы предоставите нам такую возможность, я не стояла, и когда я, конечно, уже у меня была папка, да, я уже могла делать такие действия, даже, ну, а изначально, первый мой ход был, когда я еще не была в угром, но я вышла из строя, я не знаю, что умной руководила, и что, ну, может быть, детский дом, то, что я вот, блин, всегда хотела за справедливость, я никогда не давала в обиду слабых, слабых, никогда, при мне никто не мог их обидеть, никогда, я всегда за них перла, вот, прям до последнего, так что, вот так вот, девчат, конечно, можно отказаться, но ничего хорошего от этого не будет, и смысл этого, этому отказу, смысл, если ты, допустим, ты когда, ну, вот, когда ты в зоне будешь находиться, ты поймешь, что смысла нет отказываться, или ты, или какая-нибудь тварь, понимаешь, которая будет над вами там, ну, изгаляться, и вот иногда ты думаешь, да, блин, да, нафиг, лучше я, лучше я пойду, я не буду пользоваться этой короной на голове, понимаешь, и, ну, и плюс ко всему, если ты действительно стремишься домой, если зона это не твоя жизнь, и не твое все, да, то, конечно же, ты будешь стараться, ну, ты будешь стараться, то, что тебе предлагают, с этим будешь соглашаться, потому что тебе нужно вернуться в свою семью, вот так вот, мои хорошие, вот так я вам хочу сказать, и еще, кто выбирает, конечно же, ну, вот сейчас в моем случае, подсказать может осужденно, может, но осужденные не выбирают, выбирают, конечно же, администрация, кто будет стоять, кто будет в активе, конечно же, это делает администрация, я не знаю, как у мальчиков, у девочек это так, так что, вот так, мои хорошие, вот такой вот был у нас с вами разговор сегодня, кто-то, если что-то недопонял, конечно же, я могу вам внести потом, в следующем ролике, дополнение, вы пишите, пишите, а я вам, конечно, ну, я думаю, и так все, так четко, нет, я иногда вот так сижу и думаю, господи, могла вообще там еще больше, ну, блин, вот когда начинаю говорить, блин, и вот как-то все вот так происходит, вот, насколько сказала, настолько сказал, конечно же, опять же, за вас, мои красотки, и не забывайте, что сегодня день счастья, день женского счастья, каждый, каждой моей куколки, и те, кто сейчас на данный момент лежит в постели, болеет, выздоравливайте, красавицы мои, держитесь за эту жизнь, выздоравливайте, и, конечно, и вам, и всем, всем моим девочкам женского счастья, будьте счастливы. Все, пока, я вас безумно люблю, о, сегодня, видите, я уже более-менее как огурчик, но все равно температура есть, но мы с этим боремся. Все, пока.